Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть игру под названием Зубом. И сегодня, точнее даже вчера вечером, удивительным вечером, что вышла новость от разработчиков по поводу будущего обновления. Небольшая такая новость, но очень интересная. Почему? Ну, потому что они сказали, что будет компенсация за те предметы, которые у нас с игры уберут. Какие предметы уберут? Все нитро-предметы, которые были, это нитро-дробовик, нитро-лук, нитро-копье, а также отброс-копье и отброс-гранавку тоже уберут. Разработчики сказали, что монетками компенсируют то, что вы прокачивали. Вопрос только... Они сказали про эти артефакты, которые уберут. Про те, что у вас есть сейчас другие артефакты, слов не было. Замечу, да? Поэтому... Я не знаю, стоит ли прокачивать сейчас, вернутся они потом мне вот эти 5000 монеток. Как бы верится в это с трудом. Они могут вернуть меньше, как обычно, знаете, это бывает во всех играх. Ты покупаешь за 10 тысяч, за 5000, а возвращают тебе 1000 или 2. Ну, как бы, разница, да? Очень слишком значительная. Поэтому немножко мне в это не верится, что вернут прям один к одному, поэтому... Плюс еще жетоны сейчас заработанные трачу, да? То есть жетоны бы еще было бы вернуть неплохо, но... За них компенсацию еще начислить. Но будет ли это... Понимаете, подробностей как таковых нету, именно точных. Вот мы за вот это вот, за вот это вот сделаем вам компенсацию. Нет. Сказали, ну, компенсируем, что там, предметики вам. Как бы, вот, вся инпаб. Также разрабы намекнули, что обновление очень скоро. Ну, очень скоро, да? Очень скоро. Че, месяц еще подождем, да? Наверное. Шучу, конечно. Возможно, все-таки под конец недели выйдет, если они говорят очень скоро. Знаете, большим шрифтом-таки выделили в статье. Очень скоро. Это не у нас себя на фейсбуке, это все публиковали. Ну, а я сегодня хочу поиграть за Бобра Бетси. Хочу все-таки... Чтобы у меня остались воспоминания, как он играл с этим Нитро Копьем. Потому что, как вы помните, в следующем обновлении Нитро Копье уже станет не то. Поиграв в команды боях, то повеселее. Конечно же. В следующем обновлении Нитро Копье уже не даст вам... Точнее, ну не Нитро Копье, а трибуты оружия вам не дадут такого увеличения дальности, которое сейчас есть от Нитро Копья. То есть сейчас от Нитро Копья вы получаете офигительную дальность. Вот где-то на максимальной дальности после обновы вот такая уютность будет. Может чуть больше, но это не точно. Но сейчас вам, как только достану Копье себе норму, покажу вам максимальную дальность и вы оцените, насколько же оно реально жестко сейчас и как оно будет ни о чем потом. Так, ну закидываем, конечно. А че? А че такой слабый 13 уровень на Орле? Да все тут уже. Тут уже все. Ну Никс, кстати, мне... Ну не повезло, че я могу сделать? 13 уровень на Орле... Не, Никс, там уже без вариантов. Наша команда убежала, а у нас нету 13 уровня, он не там есть. Как бы показал вам, че? Норм, да? Ну, понимаете, да? У меня слов нету. Конечно, я мог стеночку поставить на меня, она вроде в КДшке была там же. Они тут тоже умерли. Эти гении тут тоже померли. Ну ладно, бывает, че. Зашел, увидел, проиграл. Как обычно, ничего нового. Погнали сейчас еще раз попробуем. Даже если бы я сейчас зашел в командные, точнее в соло-бои, на бобре. Я думаю, ситуация бы не изменилась. Меня бы так же сама могли задушить. Там тот же Орел 13 уровня, как бы. Сами понимаете, сейчас только начало недели. Поэтому так все не очень, на самом деле. Но... Дальность у Орла... Если я сейчас найду хотя бы серебряное копье, вы увидите, насколько она большая, вот как копья именно, да, дальность. И какая она будет маленькая в следующем патче. Ну, вроде бы... Другие параметры даже усиливаются, помимо дальности. То есть, в принципе, должно быть неплохо. Ну, кстати, дамажит хорошо. Бобер. Я тут даже прекрасно. Так, а ну-ка, давайте запыльнем сюда. Смотри, че тут... О, копье есть. Ну, они меня не слушают, ладно. Не слушают. Никс такой думает. Сейчас возьмем гранатку, а я беру копье. Так, вот. Дальность уже с копьем серебряным. Уже неплохо. Уже намного дальше, чем будет, как по-дною. Но... Это не максимальная дальность. Вы знаете, что можно еще увеличить. То есть, золотое и легенарное копье вам прям даст очень много. Плюс я не помню, прокачано ли у меня копьецов. Нитрокопье на восьмой уровень. Этого момента я совсем не помню. Ну, да ладно. Это не важно, в принципе. Закинул я тут стеночку красивую поставил. Никса бахаем красивенько. Брюса надо подсейвивать. Подсейвливать, да? Немножко. А, у Брюса косточка, ему без разницы. Я понял, принял. Брюса косточка. Надо покушать, кстати, бревно. Ну, в следующем паще боберка не заиграет. Это будет вообще... Ух, я представляю, как в командных боях будет весело, когда противники будут просто сами себя убивать. Это будет вообще красиво. Тем более, радиуса как бы будут свечем. Ну вот, надо быть с 11 уровня, наверное, по тесте. Все-таки. Как бы он немножко отличается по дамажности, да? По своей, относительно других. Кстати, там макулы 10 уровня. Жесткий. С егиданным дробовиком. Но я его дамажу хорошенько так. Льва надо продамажить. Давайте на него стеночку поставим. Так, надо сосейвить нашего Брюсика. Микс весы давай, я вас прикрою. Я их нормально так продамаживаю здесь. Все, отлично получилось. Там бобер еще один. Бобер против бобра. Кто кого, да? О, кстати, золотой копье. Давайте сейчас почекаем. Ну как, вам дальность, а? Нравится? На полкарты бью. С усилением дальности. Блин, это вообще реально классно. А там пятый уровень бобра. Там ничего не сделает. Я себе еще, конечно, попадать мог. А не просто фигней страдал. Не, ну копье тут... О, копье по тому кому-то бьет. Там кто-то есть. Спалил... Спалил этого челика просто наизель. О, кстати, бобер в меня попал. Дерзкий. Так, давайте сейчас попробуем выцелить все-таки. Красавцы этого. Бац! Видали? Я птицом как бахнул. А теперь через текстуру. На. На. Ибо нефиг, да? На. Что, бобер, думаешь, самый умный, да? На тебе. Домой. И копьем его добил, походу. Красота. Вот бобер, это реально персонаж для командных боев. А в будущем 5 бобров можно будет сделать непроходимую стену. Для дальников, по крайней мере. Потому что они будут ее пытаться разбить. И урон им будет возвращаться, стена будет стоять. Это реально можно просто полкарты перегородить. И никто не пройдет. Ну, звучит, конечно, прикольно. Но по воде тоже можно пройти. Поэтому это минус. Хотя. И воду можно тоже закрыть. Например, в музее можно копаться этими стенками. И никто вас просто не продавит. Хотя гранаты не отскакивают. Поэтому если дальники будут гранаты не закидывать, то это тоже габела будет. Но все равно в бою будет прикольно смотреться. Так, мы погнали. Еще одну последнюю катку скидаем. Хочется еще потестить. Может легендарное копье даже выпадет. Два склада вместе. Да? Нет, показалось. Просто как-то. Так, нас раскидало чуть подальше. Ну, да ладно. Надо ботов тут убивать. Ну, кстати, дамаг хороший летит. Фул этого раскидал. У нас три нихса в команде и черепах. Ну, да. Шансы на победу никакие. Понимаю. О, золотой лук. Да, жалко. Он не мне достался. Ну, вот это проблема, когда не ходим лутаться вместе. Надо ходить вместе. Тогда будет ситуация получше. Ну, вы видите, в принципе. Одни там, хоть одни там, хоть и что с ними сделаешь. Они же не будут ходить вместе. Это же невозможно. Командный геймплей, все дела. Это же командные бои. Тут не нужно ходить вместе, правильно? Опа. Фламинго попал. Красиво, красиво. Так, давайте еще по ним бахнем. А он убегает. Смотрите, второй копье. На. Понравилось фламингос? Понравилось. Конечно, понравилось. Как тебе могло не понравиться, да? Тех. Ну, мне в принципе все норм. Конечно, нету золотого лука. Абина немного. Ну, команда плюс-минус хотя бы вместе играет. А то хорошо. Хотя бы. Ну, хотя бы четверо, да. Там один неадекват какой-то. Я не знаю, что он делает. Он вроде с кем-то дерется. Может, он не дерется. Ммм, ник с канистрой гелии. С ником плеер. Жестко? Жестко. Вот она. Команда мечты. И вот этот вот. Не, он живой, кстати. Смотрите. Опа, меня чуть не шотнули. Это я, конечно, чуть не отлетел. Надо покушать немного. Так, ну я покушал. Немного тут закидываю, ребят. Блин, а что все такие жирные по уровню? Блин, я тут один остался. Е-мое, надо как-то идти и бежать. Вот это, конечно, кроль играет с отталкивающим копьем, конечно, напряжно. Опа, засейвился. Домой. Ну, конечно, через эту текстуру попадает. А что ему? Копьем, кстати, видали? Попал. Моя команда просто стоит в кустах. А что им еще делать? Они же скилловые, да? Задефался я как... Ну, они просто стоят, игнорятся. Смотрите. Я офигеваю. Вот реально я офигеваю со своей командой. Я просто с них офигеваю. Это нечто. Они даже кнопки не нажимают. Понимаете? Они просто стояли в кустах и даже кнопки не нажали. Лучшие. Просто лучшие. У меня слов нету. Тут... Тут челики вообще не прокачаны. Ну, как видите, с новыми. Ну, новички спичные, да, в зубе. А другие... А моя команда, да. Это спи. Ой. Ну, командные бои на низком уровне это вот это вот, ребят. К сожалению. То, что есть, то есть. Ладно, на этом закончим. Надеюсь, вы тоже оцените обновку будущую. Ну, а пока наслаждайтесь тем, что можете там отброс копьем побахать, отброс гранатами и всем таким. А на этом все. Не валейте, не скучайте. Всем пока-пока.